Коматами Еревана очереди на призыв премьер-министра Пашиняна. К тем, кто демобилизовался год назад вернуться в армию, откликнулись сотни человек. Тёплые вещи, спальни, мешок, сухпайки. Гамлет Овсепян 17 лет живёт в Страсбурге. При первой возможности прилетел в Ереван. Говорит, тысячи армян записались в посольствие и ждут возвращения домой. Несмотря на то, что я не служил в армии, так как жил во Франции, готов отдать всё, что потребуется, всего себя. После небольшого затишья боевые действия с применением авиации, танков, миномётов, беспилотников и артиллерии продолжились. Снаряды рвутся у автозаправок и вышек связи. Среди погибших и раненых есть мирные жители, которым некуда бежать. В третий день у нас ни света, ни газа. Долго в подвале сидели? Пошли с 7 утра и до 10, до 11. В Карабах прилетел премьер-министр Никол Пашинян. Провёл консультации с военными. С начала эскалации больше 20 погибших мирных жителей. Около сотни раненых. Тысячи человек покинули свои дома. Окраина Еревана, частный сектор. Здесь буквально на каждой улице размещаются беженцы из Карабаха. Например, в этом доме живут две семьи из Мартакерта. Здравствуйте, можно к вам в гости? Несколько дней скитались по подвалам с детьми на руках. Сначала сидели в подвале, ночью уехали из города. Два дня провели в лесу. И вот мы здесь. Пятеро в маленькой комнате. На втором этаже живут хозяева. Ужин готовят на всех. Двенадцать человек у нас дома. Что готовите сегодня? Сегодня плав, борщ. Хозяйка дома Марина сама ждёт сына с фронта. Мой сын тоже там. В Мартакерте. Сейчас. Уже пять дней ничего нет. Приютить и накормить, одеть, обуть и поддержать. В желании помочь безучастным никто не остаётся.